Тактика стрельбы, оказание медпомощи и эвакуация. Украинские пограничники прошли боевое слаживание на севере Украины. Особое внимание уделили перемещению на поле боя, занятию позиций и организации обороны. Также для максимального приближения к реалиям осуществлялась имитация авиационных и артиллерийских обстрелов. Зачастую мы находимся... Часто мы немного дальше от нулевого рубежа и обеспечиваем прикрытие наших собратьев там, в частности, во время наступления. 71 боевое столкновение произошло на фронте за сутки. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб вооруженных сил Украины. Четыре атаки пришлось на Купинское направление. Купинск им нужен как логистический хаб. В контексте захвата Донецкой области будет их захвата. А мы никак не можем отделять Купинск от Донецкой области. В данном случае, в контексте их замыслов. Они будут пытаться дальше продвигаться и захватить этот город. Купинск. Они пытаются на него наступать с лета прошлого года. Вокруг Сильковки нет толщица все это время. Соответственно, вот таким вот образом пока у них такие там успехи, если их такими можно назвать. Армия РФ безуспешно пыталась штурмовать на Бахмутском и Новопавловском направлениях. Российские оккупанты обстреливали из артиллерии и минометов Часов Яр, Константиновку и Углидар Донецкой области. Захватчики ночью лишились трех пусковых установок С-400, двух пусковых установок С-300, одной радиолокационной станции и склада БК вследствие ударов по военному аэродрому в Джанкое во временно оккупированном Крыму. Мы подтверждаем успешность ряда ударов, которые были нанесены ночью по территории Джанкойского аэродрома. Подтверждается поражение новейшего комплекса С-400 с взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Окупанты верили в свой новейший комплекс ПЛО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки. И сообщение партизанского движения АТЭШ. Неспокойные в глубоком тылу России. На аэродроме в Самаре уничтожен транспортный вертолет Ми-8. Об этом сообщает украинская разведка. Там добавили, что противник использовал вертолеты для перевозки оружия и личного состава. Стоимость Ми-8 может составлять до 15 миллионов долларов. А в Казани тем временем горел авиационный завод. Беспилотники атаковали предприятия, где производят и ремонтируют бомбардировщики Ту-22М и Ту-160М. Работников эвакуировали. А в Росавиации заявили о временном прекращении работы нескольких аэропортов, в том числе и Казанского. Но и это еще не все. В Мордовии дроны атаковали радиотехнический узел одной из воинских частей. Удар пришелся по радиолокатору с дальностью обнаружения цели около 3000 километров и высотой обнаружения более 100 километров. Это РЛС входит в систему разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Общие потери армии РФ с 24 февраля 2022 года превысили 456 тысяч военных. За сутки были ликвидированы еще 710 российских оккупантов. Также Сила обороны Украины уничтожили 4 российских танка, 18 бронемашин, 15 артсистем и одно средство ПВО. Благодаря украинским военным захватчики также недосчитались почти 30 единиц автомобильной и спецтехники.